Продолжение следует... 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 Уже пачки крипов встречаются У Чибикса комфортная ситуация В миде Кенжи очень сильно просел по хп Тут Миракл тоже сильно просел по хп Но живые оба Появляется второй мипарь у нас И Кенжи восстанавливается на линии Продолжает фармить Лун на нижнем лайне По Нетворцу давайте глянем Возможно у кого-то что-то уже вырисовывается у антимага Первый Нетворц на карте Чибикс полторы тысячи себе насобирал Тысяча четыреста у нас У Миракл, ну и тысяча триста пятьдесят уже у Луна Который играет на квапе внизу Квапа стоит против Бэтрайдера Ну лайны перемешали как хотели Ну у G7 такая ситуация Тут надо что-то выдумывать Иначе за тебя все выдумает команда 5F И выдумает естественно в свою пользу Сларк фармит Саппортит его Шейкер Саппортит его Вич Доктор В принципе нормальные саппорты Но здесь тоже в общем-то непроходные саппорты Дизраптор и Скайросмаг Очень доставучая дабла саппортов Очень доставучая Дизраптор через статик Сандерстрайк точнее Постоянно конкасив шота Скайросмага Сопли, голуби Все это летит в спину И дамажит каждого по чуть-чуть В принципе кого выберет того и дамажит Проблемно будет команде G7 стоять триплой в харде Они это уже прекрасно понимают Тут у Сларка 6 крипов за 4 минуты Это конечно провал Вообще по крипстату на первом месте у нас Миракл Ну и как-то и неудивительно Кенжи отстает от Миракла больше чем в 2 раза 8 на 0 Крипстат у нас у Мипо Ну и 18 на 1 у Миракла Ну это неудивительно В принципе Мипо должен себя дискомфортно чувствовать на миде против Лины Огромнейший рейндж у Миракла Достаточно много маны А значит кастовать можно постоянно и частенько Чем Миракл собственно и занимается И попасться под Кенжи тоже не так просто Лина относительно далеко стоит В общем-то ситуация комфортная и безопасная Ну глянем Глянем до первого фрага на миде Там уже все немного яснее станет Есть инфа вроде на Джоиндоте Что наш матч между командами Хеллрейзерс и Би-Би-Си Перенесен на 2 часа позже То есть не в 16 сет А в 18 сет будет игра Там ПР Альянс подвинули Тоже подвинули непонятно вообще куда Непонятно в какую сторону Вот поэтому вполне возможно что сегодня мы еще этот матч будем наблюдать Но следим за обновлениями на Джоиндоте Там у них вообще черти что иногда происходит Будем стараться хоть как-то сориентироваться Пока Пока у нас на повестке Гест Азиатский кубок И G7 играет против 5F Забрали у нас на миде Мипо Вот теперь Миракл через Лагуна Блейд Свои дельцы совершил Давайте посмотрим Стан под ноги Драгон Слейв Ну и на тебе Лагуна Блейд В спину все Первый фраг на миде И вообще второй фраг для команды 5F Субтитры сделал DimaTorzok Миракл Миракл кстати уже 1500 на руках В принципе Лена нормально себя чувствует по фарму Первый Нетворс на карте 3000 на собирал у нас Миракл Чибикс на втором месте 2650 Лун на третьем 2600 у нас у Queen of Pain На сложной уже дальше идет Бэтрайдер Но Бэтрайдер в сложной выформил больше чем Мипо на миде Ну Мипо надо получать здесь левел В принципе фарм не так критичен конечно Но нужен, нужен, но Можно и попозже будет поформить В общем-то Мипо фармит и без того неплохо Главное выформить Точнее заработать необходимый левел Экспириенс на миде получает И на том спасибо Опять же всего одна смерть за 7 минут Не так-то и много Хотя тут наверное Покеде Лагуны Должен Миракл разряжаться у нас в Кенже Миракл Драгон Слейф Еще один, в принципе все Лагуна Блейд я думаю закончился у нас в Мипо Нет, Миракл без маны Не хватило 2 монопоинта до ульты Кенже по-моему решил поиграться В какую-то серьезную доту У нас против Миракл Миракл только видит в принципе Мипо сразу бы давал Лагуну Блейд Ну все, хватило в принципе Хватило в принципе сообразительности Отправиться под фонтан Хилица Сюда же приходит Дизраптор Полосон ну видимо просто проездом Заскочил на мид Посмотрел как дела у Миракла идут Плюс похарасил немножко Мипаря И ушел на нижний лайн На нижнем лайне уже Нгои стоит на Шейкере Лум на Квапе Тоже в принципе нормально фармить Ну и недалеко у нас Скалай на Вичдокторе Трипла имеется Будут ли Язеру пытаться на себя вытащить Мы сейчас увидим Полосон загулял во вражеском лесу Кого пытается поймать Толком не понятно Если кого-то поймает Может и сам отъехать Третий левел всего лишь у Дизраптора 600 хп Тут один дефа Мипо даже не почувствует Перекусит у нас Полосона Да прокликали друг друга Увидели но убежать Смысла не было Кенжи Кенжи по-моему приплыл Полосон Стопит у нас Кенжи Пошел Стан от Миракла Даже Лагуну Блейк не стали юзать Миракл забирает еще один фраг 2-0-0 у нас идет Лина И восьмой практически Девятый левел для мидера Команды 5-Eva Что вообще по левелам давайте Глянем Восьмой левел кстати у Кенжи Восьмой левел у Лины На которой играет Миракл Ну седьмой дальше у Луна Седьмой у Чибикса Как дела у Чибикса Тысяча на руках после Ring of Hells ПТ уже готов Чибикс начинает драться со Сларком Четвертого левела Сларк Но это полное несчастье вообще Для команды G7 Формящий герой Который 19 крипов за 10 минут Смог убить И который до сих пор Четвертого левела Шадоу Дэнс на 10 минуте нет Сларка скорее всего поймали Да, Лагуна Блейд от Лины Разваливает у нас Очень быстро Сларка И Миракл в принципе живет Соник Вей в спину Лун забирает у нас Миракл А вот теперь Чибикс будет ему рассказывать Ульта есть Тут с одной ульты развалится квапаж Сот маны потрачено уже Подумал Чибикс видимо Что от него будут бежать Не бежать прыжками Нет, никто никуда прыгать не станет У квапы вообще не было маны Только после стиков Появилась на Блинк Ну если бы знал Чибикс в принципе Быстро бы с ней справился Ребят, вы с этим флагом HellRaisers Просто уже утомили Я понимаю, что у нас тут Профессура Вообще Дота-организации Собралась У нас серьезный коллегиум И каждый знает Откуда родом Дредд Каждый знает Откуда родом Организатор И под чьим флагом Выступает Но я вас прошу Люди, которые занимались Разработкой Графики, которые смотрели Откуда у нас ХР И где они На каких турнирных Сайтах Под каким флагом Отмечены Наверное Перепроверили И перепроверили Гораздо чаще Чем вы друг другу В чате пишите Откуда ХР Не переживайте Как только информация Появится официально О том, что ХР У нас Российский коллектив И организаторы И все остальные И что вообще Они выступают под Российским флагом Поставим российский Поставьте флаг СНГ Это вообще Просто паника И ужас У меня Кровь из глаз Пошла Когда Такое прочел Какое СНГ И что это вообще Такое И в каком году Вы живете Действительно Вопросы Давайте советский Флаг будем ставить Или возможно Имперский Так, все Возвращаемся в доту У нас G7 Ну да, пригорело Чуть-чуть Ну Просто тысячу раз Одно и то же повторять Это, честно говоря Уже Даже не смешно Звучит Кенжи По шансам Лит Чибиксу Кстати Сражаться у нас Против Кенжи Ну думаю Да При помощи Миракла Так тем более Лагуна Блейд Откатился В принципе Маны тоже Хватает у Лины Но тут с Лагуна Блейдом Постоянно будут Проблемы у нас У Кенжи Парочка пуфов Сюда Чибикса Пытались поймать В итоге Антимаг Отсюда уходит По фарму Антимаг На первом месте У Чибикса 65 крипов Это без Баттлфьюри Миракла Поймали Окей Просто Подержали В сетке И Отпустили Что по графикам 5-7 Нифигище Себя 5-7 Уже на 7000 Переживает Своих соперников Это только 12-ая минута Это много На 12-ой минуте Поверьте мне на слово 7,5 Даже практически По экспириенсу Тоже за пятерку На ранних левелах На ранних минутах 5000 по экспириенсу Это дофига Просто очень много Сейчас глянем по левелам Ну 10-ый левел У Миракла 2-9 на карте есть Это со стороны команды G7 Ну и 2-9 есть От 5-эва Ну то есть Ни одной десятки Нет у команды G7 пока что 2-9 Ну видите 2-9 есть у 5-эва Дальше уже 7-ой левел Skyros Mag Тоже в составе команды 5-эва Ну и Сларк 6-ой Еле-еле на 13-ой минуте 6-ой насобирать Это конечно Боль Полнейшая Для команды G7 Мгои поймали Сайленс Под ноги В шадоу-дэнс Уходят Вместе Флэр Порезал У нас Skyros Mag В никуда Полосан Подсейвит Я думаю На Skyros Mag На лоу хп Отсюда уходит Поджигает Бэтрайдер Локацию Все Команда 5-эва В общем-то В безопасности Сларк Пошел Похилиться У нас Под Рошана Видят его Видят его И хил Как таковой Исчезает Паунс И бежать Отсюда Как можно Быстрее Все Ушел Отсюда Ясера И ушел Отсюда Полосан На Дизрапторе Ну и Первый у нас Бежит Skyros Mag Очень сильно Битый Подгоревший Ну Орел Наверное Назовем Skyros Mag Орлом Не будем Сильно Гнобить Данную Иконку Персонажа Лина Уже Практически Готовый Юл Для Миракла Осталось Всего Лишь 450 На Собирать По Золоту Мипо Как дела Как дела Мипо Пойнт Бустер Есть Есть Пауэр Трэдс Готовится Выход Вагоним Потом Я думаю Увидим Даггер Профессиональной Доте И на Профессиональной Сцене Только так У нас И собираются Мипари Как в самых Серьезных ММР Играх Ну что Поймали У нас Калая 1-9 Один фраг Всего лишь Делали G7 Я даже Не помню Кого там Убивали Сейчас Узнаем Увидим Да Лину На миде У нас Убивали А так В принципе Все Так В принципе Ничем G7 Не ответили Мипо Себя Не реализует Мипо И Сларк В одном Пике Это честно Говоря Вызывает Много Вопросов Во первых По виду Они похожи До ужаса Во вторых Во вторых Зачем Они вообще В одном Пике Либо Мипо У нас Гнобит Либо Сларк У нас Неуловимый Мститель Но как Куча Маленьких Ребят Может Нас Развалить Больших Серьезных Подкачанных Антимагов У меня Действительно Вопрос Действительно Вопрос Ну Могут Пытаются Ладно Поймали у нас Чибикса Под ноги Статик Шторм Все Лун на лоу ХП Ульта Пошла у нас Луна Ну Лун в принципе Немного Маны потратил Мирикл Решил подраться В соло У нас Против Сларка Поднимает себя В ветра Мирикл Уже с Юлом Мирикла Скорее всего Разберут Хотя нет Живет Живет Юзает стики И бежит отсюда Мипо здесь Сларк здесь По огню От Файерфлая Бегают Даблкил Триплкил От Мирикла В таверну Мипо И скорее всего Сларк туда же Но Мириклу Отдайте фраг Но дайте пацану Заработать рэмпач На ранних минутах Нет Не дали Мириклу Рэмпач Зато Никто Из Файфева Не умер А вот Игроки команды G7 В полном составе Отправились в таверну До файта Было 1.9 Теперь 1.14 Да У G7 Проблемы И об этом Они понимают Гораздо лучше Даже чем я Или вообще Мы с вами Классная ссылка Великолепная ссылка Сейчас зайдем Посмотрим У Чибикса Баттл Фьюри Есть 1200 Есть У Бэтрайдера После Даггера Форс Став появляется У Лины Пойнт Бустер И Став У Визардри Чем спасаться От Лагуна Блейда С Аганимом Непонятно И то как Мирикл Фармит То как Мирикл Убивает Говорит только об одном Через 4-5 минут У Мирикла Будет 16 левел Будет Аганим И там 900 по-моему Да Нет Не 900 Дэмэджа Будет 950 Вот и пожалуйста Ну что Поймали у нас Мипо В Стадик Шторме Стоят Еще один удар Кстати по Мипарю Мипар разваливается Дезраптор Забирает этот фраг Второй фраг Для команды G7 Умудрились Забрать Фарсира Лан Гонит у нас Мирикла Под ноги Стан Лагуна Блейд Есть Лана Можно забирать Почему Мирикл Это не делает Мирикл Это делает Лина против Попы Эхо слэм От Шейкера Шейкер Под Сайленсом Уикед Сик Для Мирикла Даблкил В этом фаде И Чибикс Тоже у нас Килинг Спри Ну одного героя Одного Дезраптора Разменяли в четверых Героев Команды G7 Честно говоря Страшновато Открывать графики Если кто поставил Какие шмотки На G7 Ребята У меня для вас Плохие новости И это уже Давным-давно Кстати и не новости Проигрывает Команда G7 На 15 Даже 16 тысяч По золоту По экспириенсу 14 тысяч На 17 Минуте Я знаю Что невывозимых Каток нет Как с таким Болотом Справляться Толком Непонятно Перефарм Чудовищный Со стороны 5F Сразу 3 игрока Ну просто Для сравнения Queen of Pain Топ Нетворс В составе Команды G7 5300 Заработала За весь матч А вот Мирикл Заработал 10600 Ровно в 2 раза Лина Перефармливает У нас Queen of Pain И тут есть Необходимые артефакты Важные артефакты Которые Ну краеугольные вообще И которые Необходимы иметь А здесь у Квапы Ни одного Серьезного артефакта Не имеется Ultimate Orb Это все Что Квапа насобирал Но он по сути Ничего вообще не дает И давать не может Я так понимаю Ultimate Orb у нас Квапа Для Линкенсферы Собирает Ну да Надо как-то избавляться У нас от Мирикла Где там Антимаг Без маны Это в собственном лесу Чибикс Есть Владмир Есть ПТ Есть Battle Fury У Лины Уже готов Аганим Сейчас просто надо Докупить Или просто Прилететь за ним Так решает вопрос Мирикл Все Аганим готов 18 минута Юл Аганим Бутсов Тревел Боттл Стик И Нул Талисман Мирикл По фарму Чувствует себя Великолепно Статик Шторм Под ноги Туда же Кинетик Фил Полосон Просто бежать отсюда Как просто Решаются все вопросы Уже Дизраптор Собственно Может диктовать Свои Правила игры Это даже Немного удивительно Эхо Слем Пошел у нас В одного Чибикса Чибикса убили 52 секунды Его здесь не будет А вот Мирикл Возвращается И Мирикл Готов сражаться Есть Аганим Лагуна Блэйд Не юзали еще Сейчас я думаю Лагуна Блэйд У нас полетит В шейкера Даже не юзает Лагуна Блэйд У нас Лина Это гадлайк Уже для Мирикла 12 на 1 Счет С руки Дэмэджа куча В принципе Скорость атаки Тоже огромная Ну Да Команда G7 С Линой Ничего сделать не сможет Это именно тот случай Когда Вполне оправдан Дам Дам Хороший пуф от Кенжи Просто не юзает Лагуна Блэйд Лина Не хочет Тратить Тратить 420 Маны Зачем собственно Нужно Если можно С руки Расковыривать У Мирикла 15 левел 16 пока еще нет Тут через пару патчек Должен появиться уже Или хотя бы лесных Ну тогда уже посмотрим На Лагуна Блэйд Это просто Минус 1 в файте Вообще Без вопросов 15 левел А что здесь По левелам 13 чибикс 13 сера Ну и максимум Левел Мипо На 20 минуте 11 левела Ужас Да 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 12 11 Мипо Сколько 7 07 07 Я проводил параллель С командой ТНС Пытался провести Думал что так Могло бы быть Просто Драгон Слейф Один удар в спину И Лагуна Блэйд С одного Лагуна Блэйд Отъезжает на сквопа Я думаю Такими темпами Не купит Линкен Сфера у нас Квин оф Пейн Это попросту Будет невозможно Потому что Умирать будет По КД Я думаю Линни не лишним Даже будет приобрести Какой нибудь Какой нибудь Рефрешер Орб Это просто Дум будет издевка Со стороны команды Файф Эва Но они на голову Выше своего соперника Не стоит даже И сомневаться В этом По составу Конкретно Игроков По Скиллам Каждого из Исполняющих персонажей Вот Выше намного Поэтому И на классе Переигрывают Своих соперников Ну такая Собственно У нас такая Турнирная таблица Я уже показывал таблицу Там Ехом вышли На каких-то Ноу-нейм ребят Не вышли точнее А изначально были в паре Те же Инвейджен Тоже играют Против ТНС Коллектив Который где-то там На первенстве Китайской бани Сражался Возможно За какие-то трофеи Но эти трофеи В общем-то То ли из пластика То ли из шоколада То же самое здесь Файф Эва играет Против G7 G7 действительно Не соперники Для Файф Эва Да и Файф Эва По сути Не сказать Что прям серьезный коллектив Да коллектив Более-менее Нашумевший Популярный Но чтобы где-то Файф Эва что-то серьезное Выигрывали Я такой лично Не помню Поймали у нас Луна Под ноги Статик Шторм Ну и все Аквапа не уходит Не уходит От оффлейнера И от одного Саппорта Сейчас здесь Ратвор соберет Аганим И там вообще Будет бесполезен Каждый из героев Что там у Лины 1800 умер Так вот Пары расставлены Таким образом Что В одной Восьмой Никто там В принципе Из серьезных коллективов Сливаться не должен Если разве что Сенсация какая-то Не произойдет Вчера могла такая Сенсация произойти ТНС Очень сильно Перефармливали Своих оппонентов В третьем матче Бест оф 3 Я говорю о инвейджен Но не додавили Там уже инвейджен Просто собрали в кулак Все свои Шарики И Смогли Додавить своих Несерьезных Оппонентов Такое Собственно Сложное решение Простой задачи Получилось у нас Вот И здесь G7 Тоже не претендует Я так понимаю На то чтобы Выбить из турнирной Таблицы 5 ever Ребята уже Всем все доказали Я говорю о 5 ever В данном матче Честно говоря Слабо верю Вообще В какой-то Камбэк От G7 Да он возможен Но для этого Мипо должен Много убивать И много фармить Мипо может увеличить Количество Своих Мипорей Но от этого Качества Каждого из них Не повысится Потому что Левел всего лишь 14 И Помимо Левела По артефактам Тоже очень сильно Мипо проседает Но это на один Рассказ у нас Для Лины Где кстати Миракл Миракл купил себе Блинк К тому же Забрал Сларка Просто моментально Через Лагуна Блейд Кенжи поймали В Мистик Флеер Минус Мипо Не нужна здесь Лина Для того чтобы Убивать Мипо Печально Конечно печально Дезвард у нас По Скайросмагу Ну это хотя бы Какая-то цель Чибикс Еще Чибикс у нас не был Тут еще Антимаг есть Тут лейт еще такой Что попробуй Вообще Хоть кому-то что-то Расскажи Дальше погоня У нас за КЛМ Я думаю пойдет На хэкграунд Чибикс Да Скорее всего нет Что такое Антимаг Позорище Нет Чибикс не погнал У нас ни Квапу Ни Вич Доктора Прилетает Прилетает Манта Стайл Для Антимага 17 левел 24 минута По Нетворсу На втором месте 14 тысяч Обгоняет даже Миракла Ну а здесь 7900 от Сларка Это очень и очень мало И вариантов Каких-то посражаться Фактически нет У Антимага Тысяча еще и на руках Гойма Шоу Приобретает себе БКБ Ну не приобретает А пытается выйти В него До БКБ Еще 900 голды Необходимо Миракл Лагуна Блейд Из кустов С километра Как снайпер просто Один Лагуна Блейд Вич Доктора Что же там по ХП Вич Доктор Практически фуловый был Но он 9 левела Ничего ты собственно Не сделаешь Он просто умирает От одной яркой Вспышки Из рук Миракла Ну так расформить Лину Это надо еще постараться 16-2 на 24-й минуте Чего команда G7 ожидала Отдавая Мидлейн Мипо против Лины Я честно говоря Не знаю Ветра поднимает У нас Мипо Под ноги Стан Туда же Драгон Слейв Мистик Флеер Все Лагуна Блейд Вообще не критичен Лагуна Блейд Пойдет у нас В Сларка 11-го левела Сларк На 25-й минуте По артефактам Ну нифигища нет Вообще На топ лейн Заходит команда 5-фэва Чибикс уже Наваливает через иллюзии Квапа Что-то там Кому-то кричала Докричалась Лингесфера есть Кстати Сбивает Линку Квапе Миракл Лагуна Блейд Будет ли в Квапу Без Лагуна Блейд Обходится у нас Миракл Минус 3 сделали Статик Шторм Под ноги Убивают здесь Также Шейкера Ну и все И падает Вторая Сторона Как я понимаю Да Нас догнали Еще кого-то Сларка убили Восстанавливается Кенжи Кенжи решил подраться Нет Никто не даст Ему подраться ГГВП Пишет команда G7 Абсолютно с ними Солидарен Такое избиение Продолжать долго Смысла Никакого нет 5 ever Выигрывают Эту игру И выходят На e-home Играть будут 26 числа В 18 по Москве В 17 по Киеву Это получается 16 сет Ну все это будет В принципе У нас в группе Посмотрите Вот Не забывайте Кстати на группу Вконтакте Подписываться Что мы ждем Что у нас там Вообще будет По Join.mlg pro league Когда будет Переигровка И Проследим За Hellraisers Пока что Не переключайтесь Секунду Да Хейров убрали Как подсказывают Мне из сетки Hellraisers Против BBC Будут играть Непонятно у нас Когда А вот ПР Против альянсов Возможно Выстрелят Сейчас гляну Нет ли там Наслоения Потому что ПР У нас 19 Точнее 17 Сет Против альянс Должны Молджи pro league Играть И в 22.00 Они играют На старладере Против альянсов Да По моему Так дела Обстоят Почему то Дота 2 лаунж Об этом не знает И не подозревает Ладно Ждем Как только появится Сразу же Ворвемся в эфир Все Пока Можете В принципе На 10-20 минут Отойти Ну и не забывайте Возвращаться У нас впереди Должны быть Крутые матчи Ждем В любом случае Объявим Если вдруг Матчи не будет Скажем об этом Все Джонидота Не стабильный Мы постараемся В принципе Ситуацию Кое-как Контролировать До связи Пока что Музыка Заставка Ждем Ближайших обновлений Ситуацию